Привет! Сегодня мы с вами разберём такие моменты, как глаголы, которые имеют значение давать и получать. В японском языке, к сожалению, есть очень много слов, которые практически похожи по значению, но просто употребляются в разных ситуациях. И это зачастую вводит в ступор тех, кто начинает его изучать, и также является носителем западных языков, потому что там таких нюансов в основном нет. Так что сегодня я хочу рассмотреть именно вот эти вот несколько глаголов, которые вроде похожи, но путать их не стоит. Во-первых, давайте разберёмся с глаголами, которые имеют значение как давать или дарить. Таких глаголов всего пять. Это агемас, саши агемас, куремас, кудасаимас и яримас. Все эти глаголы имеют свой такой смысл, скажем так, значение давать или дарить, но используются в разных ситуациях разными людьми. Поройдёмся по порядку, попытаюсь объяснить вкратце. Первое это агемас. Агемас самое довольно распространённое и нейтральное слово из всех этих слов. Используется, когда, например, я что-то дарю своему другу, своей сестре, брату, маме. Ну, более такое нейтральное слово. То есть используется, когда я, ну или может другой человек, что-то дарит кому-то, кто примерно того же статуса. Японцы очень сильно зациклены на уважении, поэтому они очень чётко знают разницу в статусе. Причём на это может играть роль также и возраст. Человек, который немного старше тебя, уже может быть и по статусу выше тебя. Поэтому слово агемас обычно используют на одном уровне, на одном статусе. Опять-таки, я другу, друг кому-то, или я там брату, или сестре, и так далее, и так далее. Дальше. Слово сащи агемас. Похоже на агемас, но немножко подлиннее. Здесь могу дать небольшую такую подсказку. Чем длиннее глагол, тем он уважительнее. Странная тенденция, но это в 90% случаев правда. Сащи агемас действие то же самое, но уже идёт выше. То есть либо от меня кому-то выше, либо от кого-то другого кому-то выше. Например, если я дарю что-нибудь своему сенсэю, то есть учителю. Учителя в Японии ценятся очень высоко, и это буквально отдельный уровень, отдельный ранг. Если я дарю что-то учителю, это сащи агемас. Если я дарю что-то своему начальнику или боссу, то же самое. Если кто-то другой тоже дарит своему начальнику, это тоже сащи агемас. Дальше. Слово кремас. Кремас уже зачастую используется, когда идёт действие от кого-то мне. И как и слово агемас, оно более-менее нейтральное. То есть опять-таки используется, когда уровень двух сторон приблизительно одинаковый. Например, мой брат мне что-то подарил, или мой друг мне что-то подарил. Слово кудасаимас это практически то же самое, только опять более уважительное. Опять-таки здесь идёт действие сверху вниз. Даже если посмотрите на канжи кудасаимас, там этот канжи, который означает низ. То есть действие идёт сверху вниз. Например, если мой сенсей что-то мне подарил, мой начальник мне что-то подарил, или начальник подарил моему коллеге, это всё будет кудасаимас. Следующее слово – яримас. Это слово очень редко, в принципе, встречается, но его тоже надо знать, потому что яримас используется в основном от первого лица, и действие идёт от меня ниже. То есть когда я что-то делаю, что-то дарю кому-то, кто по статусу ниже меня. Это могут быть мои дети, это могут быть мои младшие братья-сёстры, это могут быть даже питомцы или растения. В этих всех случаях используют слово яримас. Я, если честно, очень редко слышала, когда использовали слово яримас по отношению к другому человеку. Например, когда третье лицо, там, что-то подарил кому-то ещё. Да, так можно, если там опять-таки соблюдаются правила статуса, но довольно редко. В основном яримас используют от первого лица. Итак, с этими глаголами, я надеюсь, мы разобрались. Теперь перейдём к глаголам, у которых идёт значение «получать», «принимать что-то». Таких глаголов, в принципе, всего два. Это «мораемас» и «итадакимас». «Мораемас», как и «агемас» и «круемас», более имеет такое нейтральное значение. Опять-таки, используется более на одинаковом уровне. Но что «мораемас», что «итадакимас» подразумевает, что действующее лицо «я». То есть «я принимаю», «я получаю». Очень редко бывает, когда действующее лицо кто-то другой. Может быть, третье лицо, может быть, но это довольно редко. Но в основном первое лицо. Никогда не второе лицо. Никогда. Ну и вся разница в том, что «мораемас» он более простой, а «итадакимас» он более уважительный. То есть, опять-таки, если я что-то принял, что-то получил от моего друга, я говорю «мораемас». А если я что-то получил от своего сенсея или от начальника, то уже «итадакимас». Также вы наверняка слышали слово «итадакимас», когда японцы начинают кушать и перед едой произносят это слово, да? «итадакимас». На самом деле это вот слово означает, то есть «принимать». Буквально в смысле они говорят, то есть «я принимаю», «я получаю эту еду свыше». Как бы это идёт и слово «благодарности» одновременно. Здесь нет никакого понятия, как у нас «приятного аппетита». Вообще рядом тут не стояло это понятие. Надеюсь, эти подсказки были вам полезны и хоть как-то разъяснили ситуацию, если кто-то в этом как-то путался. А пока на этом всё. Пока!